Пожар в соседнем доме, Малаховск, 18. Столб дыма в середине дня повалил из окон 12 этажа. Несколько экипажей пожарных подбирались к огню снаружи. Вероятно, возгорание произошло за считанные минуты, так как хозяева во время пожара оставались в квартире. Пожарные с помощью спасательных масок эвакуировали троих человек. Еще одного человека успешно дышатся продуктами горения в горевшей квартире. Пожарные передали работникам скорой медицинской помощи. За первые дни года в пожарах на территории региона пострадало 13 человек. Это больше, чем за новогодние праздники прошлого года, сообщает в МЧС Крае. Рост числа возгорания не связывают с народными гуляниями. Но в барнаульском поселке Ягодное дом сгорел в отсутствии хозяев. Семья с маленьким ребенком и беременной женщиной осталась безо всего. Сейчас они будут рады любой помощи. А в Заоринске обернулся трагедией канун Нового года. 13-летний мальчик вдохнул газ из туристического баллона. Спасти ребенка не удалось. Не обошлось и во время каникулы без коммунальных аварий. В центре Тюменцевского района и в барнаульском поселке Восточный рвались водопроводы. ДТП за время праздников было несколько, но пострадавших в авариях наберется с десяток человек. Массовая авария произошла на граних Алтая. Лихач якобы не справился с управлением и собрал на парковке семь машин. А в Бийске при столкновении со столбом авто разорвало пополам. По неподтвержденной информации водитель находится в коме в реанимации. Сотрудники МЧС просят жителей края быть внимательными на дорогах и сейчас. В ближайшие дни будет плохая видимость и гололед. Анастасия Драган. Наши новости. Продолжение следует.